В ближайшие два года Кишиневский троллейбусный парк обновят полностью. Об этом заявил премьер Павел Филипп, который находится с официальным визитом в Беларуси. Совместно с Белкоммунмашем в молдавской столице в этом году собрано 15 новых троллейбусов, в общей сложности 110 единиц. Транспорт производства этого завода используется более чем в 70 городах Беларуси, Молдовы, Украины, России, Сербии, Казахстана, Латвии и Южной Америки. Отдельный интерес вызывают и электробусы. Один мы протестировали, и это действительно транспорт будущего. Хотим, чтобы и в Кишиневе были такие автобусы. Мы обсудили возможность создания совместного предприятия, чтобы и у нас могли собирать автобусы на экспорт, говорит премьер-министр Молдовы Павел Филипп. По его словам, это может стать отличным решением для пригородов столицы, жителям которых приходится пользоваться переполненными маршрутками. Провел глава правительства и встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Ромасом. Стороны обсудили реализацию нескольких совместных проектов, в том числе в сфере образования. Было подписано соглашение, предусматривающее выделение стипендий для молдавских студентов. В последнее время между Республикой Беларусь и Молдовой произошла активизация межгосударственных контактов по всем направлениям. Важным событием был визит в начале года главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко в Молдову. И мне приятно, что торгово-экономическое взаимодействие между Беларусью и Молдовой остается в центре внимания глав правительств. Наш взаимный оборот то чуть-чуть упадет, то чуть-чуть вырастет, как в этом году. Но все равно, я думаю, вы со мной согласитесь, он находится не на том уровне. И наши две страны, которые обладают таким потенциалом и в сельском хозяйстве, и в промышленности, должны выходить на другие цифры взаимного оборота. Наши отношения находятся и базируются на взаимоуважении, на взаимодоверии и абсолютно дружеские отношения. Я бы даже мог приводить пример и другим странам. Я желаю себе таких отношений и со многими других странами.